Всем привет! Мы все живем в городах не похожих друг на друга. Полагаю, что у множества людей слово город ассоциируется с многоэтажными домами, обилием магазинов, кафе и ресторанов. Это описание обычного города, но встречаются такие, которые совсем не похожи на привычные нам города. Лонг-Ир расположен на архипелаге Шпицберген, что в Норвегии. Из-за экстремально низкой температуры тела умерших не разлагаются, поэтому в этом городе никого не хоронят. Всех умерших и тяжело больных на самолете транспортируют в другое место, где их и хоронят или лечат. Транспортировке подвергаются и мертвые животные. В этом городе из-за большой популяции белых медведей запрещено выходить из дома без заряженного оружия. В городе отличная инфраструктура, от почтового отделения музея и магазина до аэропорта и университета. А еще там построено подземное всемирно-семенно-хранилище на случай глобальной катастрофы, так что именно здесь после апокалипсиса будут проклевываться первые ростки новой жизни. По крайней мере ООН на это рассчитывает. Перелетные птицы зимой устремляются на юг, а все передвижные цирки и балаганы Америки направляются в небольшой городок Гибсонтон, что во Флориде. Согласно местному законодательству, в Гибсонтоне разрешено иметь экзотических животных и устраивать представления на частной территории. По этой причине с 1960-х годов именно в Гибсонтоне на зимние каникулы съезжаются великаны и карлики, бородатые женщины и сианские близнецы. Только представьте себе разнообразие, царящее на улицах этого города. Неудивительно, что многие туристы приезжают в Гибсонтон, чтобы посмотреть на артистов в неформальной обстановке. Город рассвета Ауравиль – это международный город на юге Индии, основанный в 1968 году. Он успешно развивается под эгидой ЮНЕСКО и служит экспериментом по созданию интернационального общества людей, которые живут вне политики и религии. В 2014 году население Ауравиля составило 2303 человека из 45 стран. Медицина, спорт, образование и развлечения абсолютно бесплатны, да и платить за них нечем, поскольку деньги в городе не используют. Небольшой городок Уикьер, что на Аляске, приютил 220 человек, большинство из которых работают в местном порту. Остальные работают на почте, в школе, магазине, в клинике, церкви и полицейском участке. Но самый уникальный факт в том, что все его жители поместились в одном 14-этажном здании под названием Бегич Тауэрс и даже больше – все перечисленные учреждения находятся в этом же доме. Только представьте, насколько это удобно. Во-первых, ощутимая экономия на отоплении. Во-вторых, зимой, когда сугробы достигают огромных размеров, очень удобно, что все твои соседи и государственные учреждения находятся под одной крышей. В Австрии вы можете посетить уютный и тихий городок Гальштадт, занесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Попробуйте с первого раза угадать, где появилась точная копия этого города. Верно, в Китае. Набив руку на создание неплохих подделок, китайцы доросли до того, чтобы скопировать целый город. В китайской провинции Гуандун в 2012 году открыли город, в точности копирующий австрийский Гальштадт, собор, вымощенный булыжником улочки, статуи и фонтаны в стиле барокко. Китайцы скопировали все до мельчайших деталей. Они здорово потрудились даже над ландшафтом, сгладили холмы, выкопали овраги и создали искусственную акваторию. На все это копировальное великолепие ушло 940 миллионов долларов. Обнаружив посреди степей доски с шахматными фигурами, непосвященный может решить, что попал вместе с Алисой в Зазеркалье. Но в истории Сити Чес лейтмотивом приходит совсем другое литературное произведение «12 стульев». Недаром здесь есть проспект Остапа Бендера, памятник великому комбинатору, да и сам шахматный город, память о нем называют нювасюками. Впрочем, здесь смешались все жанры и дворец шахмат, очертаниями напоминающий калмыцкую кибитку, с музеем шахматной славы и буддистская ступа, просветление и православная часовня. Построили Сити Чес в 1998 году по случаю проведения в Элисте 33 шахматной олимпиады. Здесь же проходили всевозможные симпозиумы и форумы. В остальном же город видом напоминает элитный, но довольно безлюдный коттеджный поселок, обильно украшенный всевозможными шахматными скульптурами. В свободное от мероприятий время он исполняет обязанности дорогой гостиницы, где можно арендовать жилье сроком на несколько лет. Когда в Каспийском море в конце 1940-х годов была обнаружена нефть, СССР построили первую в мире морскую нефтяную платформу. За эти годы платформы становились все больше и больше, пока не появился огромный комплекс нефтяных платформ, дорог, мостов, пирсов, жилых домов и даже кинотеатра. Лабиринтообразная скульптура пришвартована к дну моря затонувшими судами и промышленными обломками. Когда-то это был один из крупнейших поставщиков нефти для СССР, но затем обнаружились более доступные месторождения. Сегодня нефтяная скала напоминает попытку человечества восстановиться после какого-то апокалиптического события. Большая часть комплекса недостижима, так как соединяющие его мосты обрушились в море. Некоторые жилые дома провалились под воду. На этом все, спасибо за просмотр, расскажи в комментариях о своем городе и о своих достопримечательностях.